Привет, друзья! Вы на канале Белозеров. Продолжаем с вами записывать обзоры и сегодня речь у нас о роботе-мойщике окон. Три года мы снимали обзоры на роботов-мойщиков окон, все они были плюс-минус одинаковые. Глобальных каких-то кардинальных отличий не было. А сегодня вот на столе у меня модель Hobot 298 Ultra Sony, которая действительно отличается от всех мной предыдущих протестированных моделей, как минимум потому, что она получила награду на выставке CS 2019 неспроста. Есть управление со смартфона, есть распылитель-разбрызгиватель ультразвуковой воды моющего средства и также бесщеточный двигатель. Модель как минимум интересная, посмотрим на что она способна. Поехали! Поставляется в коробке, на которой указаны все преимущества и характеристики. В комплекте сам робот-мойщик, страховочный шнур, пульт дистанционного управления, батарейки формата 3А есть тоже хорошо. Удлинитель питания на 5 метров, 3 фигурные тряпки для уборки, чистящая жидкость, оригинальный хобот, распылитель ручной для жидкости, инструкция на русском языке, гарантийный талон сроком на 2 года, также есть запасная электронная форсунка для разбрызгивания. Размеры робота 240 на 240 мм, толщина 100 мм, вес 1,2 кг, потребляемая мощность 72 ватта. Скорость очистки примерно 2,5 минуты на 1 м2. Программное обеспечение на борту это и технология версия 2.1. Уровень шума 65 дБ. В корпусе, помимо всего прочего, размещен аккумулятор и в случае отключения основного питания робот сможет 20 минут автономно держаться на поверхности, чтобы его можно было убрать при помощи страховочного троса или уже руками. Сбоку на корпусе есть контейнер для жидкости с ультразвуковым распылителем. Написано, что контейнер это расходник и на него гарантия не распространяется. Заливочное отверстие прикрыто резиновой заглушкой. Также на корпусе кнопка включения питания, вход питания и кнопки управления ручного пуска остановки. А с другой стороны индикатор разряда аккумулятора. Тряпку, друзья, необходимо закрепить в натяжку, чтобы края выступали за пределы робота. Так указано в инструкции и таким образом уборка углов будет осуществляться максимально эффективно. Есть три варианта управления. На корпусе пуск-пауза при помощи комплектного пульта или при помощи смартфона посредством Bluetooth. Для этого необходимо скачать из инструкции по QR-коду фирменное приложение. Друзья, оно очень простое. Разберется каждый. Можем там вручную менять направление движения, убирать какие-то локальные загрязнения, запускать распылитель и так далее. Отзывчивость хорошая, все достаточно просто и удобно. И еще одно важное замечание, друзья, что этот робот-мойщик можно использовать, конечно же, не только для очистки ока, но и для очистки зеркал, для очистки дверей на шкафах купе, для очистки плитки в ванных комнатах и других местах, где поверхность достаточно плоская и будет максимальная прижимаемость. Теория теории. Переходим к практике. На самом деле сложного ничего нет. Находитесь вы дома или на улице, первым делом, что нужно сделать, смочить хорошенько тряпку моющим средством, очистителем для стекол. Обильно смачиваем. Если, конечно, загрязнение у вас большое, небольшое, то в зависимости от этого уже можете расходовать моющие средства. Рекомендуют использовать оригинальное, но я думаю, что и другие средства также будут подходить без проблем. После смачивания тряпки открываем контейнер, резиновую заглушку и сюда до отметки максимум заливаем уже жидкость. Можно делать уже как непосредственно на окне, либо же вот таким вот образом. Подсоединяем питание, прикладываем робота к поверхности окна, включаемся. И уже решаем или при помощи пульта запускать, либо на нем кнопку старт нажать, или же при помощи смартфона. Приложение работает по Bluetooth, все быстро и достаточно отзывчиво это все. Значит, смотрите, какая ситуация у нас, друзья, получается. Робот со своими задачами справляется. Сразу по поводу замечаний из прошлых обзоров по роботам, что некоторые подписчики писали, не справляется, не очищает. Да, я согласен, что если у вас слишком, так сказать, налет на окне толстый, либо же он уже въевшийся, либо какие-то крупные насекомые там пристали на солнце, еще подкипелись, прикипели туда, то, конечно, да, нужно уже тщательно, несколько раз, возможно, промывать, размачивать и какими-то другими способами пытаться это сделать. Данный робот справляется с такими небольшими загрязнениями после дождя или после пыли, где-то такое вот загрязнение, которое видимое, но не без каких-то крупных вот таких вот камней. Хотя, опять же, с моющим средством, да, оно немножко размокнет, и по второму, третьему разу уже, возможно, окно будет абсолютно полностью чистое. Опять же, в зависимости от того, какую чистящую жидкость вы будете использовать. Их на самом деле много, но хороших мало, так сказать. Опять же, здесь пишут, что нужно использовать только вот такую жидкость, возможно, из-за того, что будет забиваться сопло, это распылитель ультразвуковой. В комплекте один есть запасной, но я думаю, что аксессуары эти продаются также отдельно к данному роботу. Что еще хочется сказать, что распылитель, распылитель, да, безусловно, конечно, хорош, но если быть откровенным и честным, то на ветру его использовать просто бессмысленно. Попадают лишь маленькие капельки на окно, остальное просто все ветром сдувает. Вот сейчас на улице у меня ветер, да, я его выносил, пробовал, брызгает, но в каких-то положениях других, когда он разворачивается, полностью все улетает в никуда, вся жидкость. Поэтому либо хорошо смачиваем саму тряпку, если на улице ветреная погода, либо же используем в сухую, солнечную, нормальную погоду, температура должна быть не ниже 5 градусов, чтобы и жидкость не замерзала, и эффективность очистки была максимально полезной, максимально выгодной, максимально эффективной за 1-2-3 прохода, которые вы будете делать. Сейчас просто запущу в комнате здесь, ну, как, стекло показать вам не могу, ну, вот, стекло и стекло, приближаю, да, начинают блики, показать загрязнение, но обычное грязное стекло после зимы, дождь шел, капельки пыли попали, где-то размылось, все такое, насекомое мелкие есть, отмывает, справляется, тряпку вы видели, она грязная была, да, с внутренней стороны стекло протирается чаще, естественно, но немножко почище. Так, ребят, 2,5 минуты, 2Х уборка, в принципе, все отлично, стекло абсолютно чистое, распылитель дома, конечно, гораздо лучше справляется, действительно ультразвуковое, не просто разбрызгивает на большую поверхность, а попадает четко, практически перед тряпкой и забирает всю, так сказать, жидкость на свою поверхность, тем самым вытирая и лучше удаляя загрязненные участки на стекле. Идея, конечно, интересная, возможно, в будущем еще какие-то инновации внедрят, такие роботы, мойщики окон, возможно, вы уже какие-то другие приобретали с улучшенными функциями, дайте знать в комментариях. Так, конечно, с задачами эта штука однозначно со своими справляется, особенно если у вас огромные окна, то, конечно, да, такое устройство нужно приобретать. Если у вас такое от дома, одно небольшое окно, да, находится, например, на первом, на втором этаже, где не страшно высунуться и помыть другими какими-то губками, какими-то приспособлениями, то без проблем можете обойтись и без этого робота. Но если же у вас огромные площади, запустили одной кнопочкой, пусть он себе там занимается, моет, а вы будете отдыхать или делать какие-то другие ваши вещи, и так получится больше, у вас будет безопасность, потому что вот эта штука еще и крепится тросом, а вы, соответственно, уже тросом себя не так просто можете закрепить. Справляется, работает, не так, как бы хотелось, идеально, да, на улице, из-за ветра получается у нас разбрызгивание происходит впустую практически при ветре, либо выбирайте погоду для мойки окон безветренную, так все, в принципе, нормально. Будут вопросы, пишите. Ну что, друзья, на сегодня все, модель как минимум интересная, что вы о ней думаете, дайте знать в комментариях, мы с вами увидимся скоро, новый ролик я уже для вас готовлю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok